Сейчас можно абсолютно бесплатно забрать целых три довольно неплохих игры. Это Alien Isolation, Star Wars Squadrons и Ghostrunner, с чем я поздравляю всех любителей халявы. А забрать эти проекты получится при помощи подписки Twitch Prime до 1 ноября. Так что без лишних вступлений, всех приветствую и давайте я расскажу как получить пробную подписку, ну и забрать всю эту раздачу, конечно. И кстати, подпишитесь, чтобы не пропускать подобную халяву, ну и каждую неделю получать обзор раздачи Epic Games, что довольно полезно на самом деле. Всем огромное спасибо! Что же понадобится вам для регистрации аккаунта? Почта можно использовать совершенно любую, но самое главное, чтобы на неё не был зарегистрирован аккаунт Amazon. Если вы уже брали на эту почту подписку, то лучше создайте новую, потому что с вас могут из-за этого снять полную стоимость подписки, что будет не особо приятно. Так что для пущей уверенности лучше создайте полностью новую почту, желательно Gmail, чтобы код с подтверждением пришёл максимально быстро. Дальше нам нужна банковская карта с балансом примерно 1,5 доллара. Эти деньги будут списаны для проверки, но их сразу вам вернут. Вот сколько обычно снималось у меня. И кстати, у некоторых людей возраст средств задерживали где-то на неделю, но это скорее исключение, и в большинстве случаев всё было хорошо. И тут пару важных нюансов, чтобы у вас точно всё получилось и не возникало никаких проблем либо ошибок. Карта обязательно должна быть Visa или MasterCard, то есть, например, МИР и другие платёжные системы не могут быть использованы. И виртуальные карты электронных денег тоже могут быть отклонены, имейте это в виду. Особенно если вы юзаете виртуальную карту от Kiwi, как раз с подобными сервисами чаще всего и возникают проблемы. Но в принципе, можете попробовать, если у вас нет другого варианта. Но всё-таки, чтобы 100% у вас всё сработало, используйте стандартную кредитную либо дебетовую карту. Разве что отчасти можно обойти это, создав виртуальную карту, например, в Тинькоффу, цифровая, либо в Прилате или Монобанке. Что на самом деле я и советую сделать, чтобы у вас точно не снималось ничего лишнего с основной карты. То есть, создаете виртуальную карту, на неё кидаете примерно 1,5 доллара, ну либо, грубо говоря, 100 рублей. Так ваша основная карта точно будет в сохранности. Также очень распространённая ошибка, выглядит она вот так. Чтобы её не возникало, проверьте баланс карты и снимите ограничения по интернет оплате. Если же всё равно ничего не получается, создавайте новый аккаунт, но уже с другой картой. Ну и, кстати, банковскую карту можете использовать только 2 раза для получения бесплатного периода. Об этом я на самом деле прочитал на форумах, но на практике получается и больше. А вы всё-таки имейте это в виду, если у вас возникает проблема. Фух, короче, надеюсь, вас не напугал всеми этими уточнениями, но решил вас всё-таки предупредить о возможных трудностях. А у меня на самом деле никогда проблем не возникало, так что и у вас, скорее всего, всё получится. И, наконец-то, уже заходим на сайт Gaming Amazon. Ссылку я, конечно же, оставлю для вас в описании к видео. Так вот, тут ищем синюю кнопку Twitch Prime, нажимаем на неё, потом жмём Continue и кликаем на Create your Amazon аккаунт. Тут нужно ввести ваши данные для создания аккаунта. Вписываем имя аккаунта, ваш email. Кстати, напоминаю, тут почта должна быть новая. Ну и пишем пароль от 6 символов. И в конце нажимаем на кнопку создания аккаунта. Всё довольно просто. На почту придёт код подтверждения, копируем его и вставляем нужное поле. Дальше Amazon, возможно, попросит ваш номер телефона. Мы это меню, конечно же, скипаем, нажимаем Not Now и переходим дальше. Если же этого Not Now нету, то, скорее всего, вы недавно уже создавали аккаунт с этого IP. И всё-таки придётся номер ввести. Там просто на ваш номер придёт код и, возможно, будет ещё капча. Но всё это легко проходится. Дальше нужно ввести данные вашей карты. Напоминаю, что она должна быть Visa либо MasterCard. А в Name and Card просто вводите ваше имя на английском. А в остальных полях всё довольно стандартно. Теперь же нужно ввести ваши данные о месте проживания. Для Амазона они нужны, чтобы знать, куда отправлять вам посылку. А для нас это не особо важно и можно просто ввести совершенно рандомные данные. Кстати, страну желательно выбрать всё-таки свою. Ещё часто, кто спрашивал, что нужно вводить в поле ZIP-код, просто пишите туда свой индекс. Номер телефона, кстати, писать свой не обязательно, никаких подтверждений не будет. И, наконец-то, жмём Use This Address. Платёжные данные успешно привязались. И, наконец-то, осталось нажать только Continue и Start Your Free Trio. В этот момент оплата должна успешно произойти, примерно доллар-полтора списывается, ну и возвращается, ну я надеюсь. А нас перекидывают на страницу с играми и доп-контентом, что вы можете получить абсолютно бесплатно. Нас же, в первую очередь, больше всего интересуют эти три игры, которые были на превьюшке. Для начала переходим в меню Games with Prime и забираем Star Wars Quadrants. Копируем полученный ключ, заходим на свой аккаунт в Origin'е, кликаем на «Активировать код продукта» и вставляем код. Теперь игра появилась у нас на аккаунте. Кстати, если хотите обзор на Star Wars Quadrants, я могу для вас его сделать, так что можете черкнуть в комментариях, если вам это интересно. Дальше подобным образом забираем и Alien Isolation, только уже на аккаунт в Epic Games. Конечно, там уже игру это раздавали, но если вы пропустили по какой-то причине раздачу, то вот вам ещё одна возможность получить игру. Кликаем на Alien Isolation и привязываем свой аккаунт Epic Games к Вич Прайму. Для этого нужно авторизироваться одним из предложенных способов, и игра автоматически поведёт к вам на аккаунт. Всё просто, даже не нужно копировать какой-то ключ и вставлять его где-то. А дальше забираем уже последнюю игру Ghostrunner. Кстати, как по мне, это самый интересный проект из списка. В этот раз ключ мы получаем для магазина GOG. Копируем ключ с игрой, заходим на сайт GOG под своим аккаунтом, тут нажимаем «Активировать код», вставляем его, и теперь игра успешно у нас появилась на аккаунте. С чем я опять-таки всех поздравляю. Но на самом деле, это ещё не всё, что можно забрать. Остальные игры, что есть на страничке Твич Прайма, тоже можно сейчас получить. Но для них нужно скачать отдельный лаунчер Amazon Game. Со всего списка советую попробовать Song of Horror. Довольно недооценённая игра, кстати, и неплохая. Остальное уже не особо интересно, но, возможно, вы что-то захотите из этого скачать. Я не буду вас осуждать. И вроде мы уже всё, что нужно, получили, но не спешите выключать видео. Нужно ещё и отвязать карту и отменить подписку, дабы у вас ничего с карты через неделю не сняли, а то будет не особо приятно просто так потерять деньги. Заходим в меню настроек аккаунта Амазона, ссылку я тоже оставлю в описании к видео. Кликаем на «Manage Wallet», выбираем свою карту и нажимаем «Remove», дабы удалить эту самую карту. Потом возвращаемся в меню и кликаем «End Membership», чтобы подписка отменилась. Теперь уже точно всё, мы получили бесплатно три игры и отвязали платёжные данные. Осталось только нажать лайк этому видео, дабы меня отблагодарить, ну и написать комментарий, получилось всё или нет. Ну и вдруг возникла какая-то ошибка, тоже можете об этом написать, и, возможно, кто-то поможет её решить. Ну и всем огромное спасибо за просмотр, подпишитесь ещё на канал, дабы не пропускать раздачи, а также разные игровые новости. И всем пока, и, как всегда, хорошего настроения. А ну и хорошей вам игры в эти проекты. Субтитры сделал DimaTorzok